Наталья живет в сельской местности. Ее муж находится в зоне СВО, в семье пятеро детей. Женщина рассказывает, наедине с проблемами ее не оставляют. К примеру, недавно понадобилось место для одного из детей в школьном автобусе. Он учится в 10 километрах от дома в городской школе. Место сразу же предоставили. А сегодня семью пригласили на праздник, посвященный 1 сентября. Ребят, чьи отцы участвуют в спецоперации, ждала интерактивная программа с аниматорами, творческие мастерские с патриотическими и историческими квестами. Вкусные угощения. Очень приятно, что нас пригласили, что нам уделяют внимание, что не забывают детей, семьи, оказывают всяческие содействия в разных проблемах. Мы решили подарить им немножко чудес, волшебства, открытий. Поскольку лето заканчивается, но впереди их ждут большие открытия, знания. Это самые лучшие подспорья в жизни, лучшие впечатления, знакомства. А чтобы помощь семьям участников СВО стала еще эффективнее, сегодня было подписано соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам ребенка и Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества». Отношения с фондом мы только устраиваем. Я совсем недавно вступила в должность, изучая все направления, которые связаны с детством. И, несомненно, то направление, которое мы будем осуществлять совместно с фондом «Защитники Отечества», это работа с детьми, с семьями наших защитников. Это одна из важных тем. Это то, о чем говорит губернатор. Наша большая главная задача в рамках подписания соглашения – это защита наших детей и, конечно же, работа с детьми по разным-разным направлениям. И здесь, конечно, наши ветераны, наши члены семьи очень помогают. Сегодня мы встречаем более 120 человек в нашем Самарском филиале фонда «Защитники Отечества». Вопросов, которые предстоит решить совместными усилиями, очень много. Они касаются здоровья, образования детей, защиты их прав. Детям участников СВО и на федеральном уровне, и в Самарском регионе оказывают всестороннюю поддержку. Для них организовано бесплатное питание в школах. Этим летом они смогли отдохнуть в загородных лагерях. Им предоставляют бюджетные места в вузах и СУЗах. Регулярно на федеральном уровне вводятся все новые формы поддержки. Андрей Бессонов, Виктория Шарая. События.